Второй миф, который очень часто культивируют продавцы поддельных синтетических камней в Египтах, в Турциях, Таиландах, Камбоджах, везде, где бывают русские туристы, там даже по пляжу прямо носят такие коробочки со стеклянным верхом, открывают. Наши люди сначала такие – да, это ж подделка, ну что вы мне даёте? Тут он достаёт бутылочку пивную, берёт и так, и там прямо царапина, аж стружка слазит. Тоже очень тяжело спорить, потому что вот эти люди, которые это всё покупают, они потом приходят к нам в офис и говорят – сделайте нам, пожалуйста, набор. Ну там, серёжки, колечки какие-то, что-то такое, их очень тяжело переубедить, что это вам только что вас обманули, вам продали синтетику, подделку. Почему? Потому что он же царапает стекло, значит, это биллиант или сафир, или если что-то царапает стекло, то это драгоценный камень. Но вот тоже спорили-спорили, и невозможно убедить, что даже стекло царапает стекло, стекло бывает разной твёрдости, оно бывает с примесями. Бывает закаленное хорошо. Закаленное стекло, броди стекло бывает, бывает стекло с добавлением алюминия, и вообще совершенно разное. То есть, например, калёное стекло, оно всегда поцарапает любую бутылку, любой стакан, потому что стакан калить смысла нет. Никакого. И мы как бы ввели длительную дискуссию со специалистами на эту тему, поехали с Сашей, с Гошей, с Акововыми в Камбоджу, посмотрите Анкар-Ват. Это которые у нас делают форумы «Учёные против мифов» и ведут сайт замечательный «Anthropogenes.ru», мало ли кто-нибудь не видел. Самый лучший сайт. Поехали туда, и там совершили контрольную… Самый лучший сайт – это тупичок, а это самый лучший сайт про «Anthropogenes». Да. Вот. Самый лучший после самого лучшего. Поехали туда, и там есть магазины, куда прям массово на потоке завозят русских туристов, т.е. если ты русский турист или вообще турист китайский, японский – неважно, тебя обязательно туда завезут. И там прям лежало такое зеркало, и продавщицы там просто россыпи были – рубинов, сафиров, изумрудов, всё идеального качества, идеально чистый и очень недорого – они брали вот эти камни и ножкой или попкой, как тебе правильно, чтобы было понятно, который вот такой штырёк с другой стороны. Да. Вот, они прям там расцарапывали это зеркало вообще в усмерть, и все радовались и понимали, что это… True. True. Да, настоящий. Плюс они от руки выписывали сертификаты там же на месте, и мы купили, мы сделали контрольную закупку. Мы купили этот камень, всё сняли на видео, нам разрешили там снимать, царапали зеркало, потом дома царапали бутылку ещё там, и мы его в Бангкоке привезли, сдали на сертификат лабораторию, и она показала, что это синтетика, подделка. К сожалению, очень-очень много русских покупает такие подделки, в отпуске, и не в отпуске, в России тоже, мне в день пишет 2-3 человека таких – «Здравствуйте, мы купили, сделайте нам колечко», или там «Помогите, что дальше делать с ним, кому заказать». Значит, какая ситуация – стекло царапает стекло, и с этим никаких проблем не было вообще никогда совершенно, поэтому если что-то царапает стекло, это не значит, что это драгоценный камень. Мы это доказали. Стекло-то шлифуют чем? Песком, т.е. тем же фактически стеклом.